Конкурс инженерных проектов инженеры за завершился в окружной столице и в нашей студии победитель. Та-да-да-дам, та-дам, студент четвертого курса кафедры энергетики Югорского государственного университета Сергеев Алексей. Алексей, доброе утро. Доброе утро. И сразу поздравляем. Поздравляем вас с победой. Спасибо. Итак, проект, с которым вы выставлялись. Я сейчас даже зачитаю. Использование, друзья, записываем, попутного нефтяного газа в когенерационных установках на двигателе Стирлинга. Я прочитал. Я молодец. А теперь то же самое для простых смертных. Да, что это? Наш проект основывался на такой проблеме, как переработка и утилизация попутного нефтяного газа. Наш округ является одним из лидеров по добыче нефти. И мы решили такую проблему, как... У нас есть такая проблема, да, прежде всего? Да, есть такая. Ну, то есть, за 2016 год было сожрано 1,6 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа. Так, ну это на минуточку много? Это очень много. То есть, это можно, в принципе, допустим, ну, с изра не топить. Ну, я так, к примеру. Но вот вы говорите, наш проект. То есть, это не один вы, получается, да, готовили этот проект, защищали его. То есть, у вас есть команда? Ну, команда, конечно, как бы, и наш заведующий кафедр говорил, что один энергетик – плохой энергетик. Так. Вот. И мы командой подготовили проект такой, как... То есть, мы взяли попутный нефтяной газ, взяли также достояние, как можно сказать, плюс нашего округа, то есть, низкие температуры, совместили это и привели это к двигателю стирлинга, который работает, то есть, на попутный нефтяном газе. То есть, ну, он, как может использовать любое топливо и холод. Так. И мы, получается, взяли минус, ну, попутный нефтяной газ и холод, и превратили это, грубо говоря, в электричество. Так, то есть, ну, хорошо, ну, вот это, да, это идея, ну, она нова? Да, или, то есть, вы как-то ее доработали? Ну, как бы, идеи такие уже давно есть, но вот именно с попутным нефтяным газом, как бы, мы, можно сказать, доработали. Ну, вот если, если все-таки, ваша команда, а, кстати, да, сколько человек вот в вашей команде, сколько нужно было умов, голов? На заочном этапе у нас проводился конкурс в два этапа, заочный и очный этап. На заочном этапе в нашей команде было семь человек, на очном этапе нужно было от команды, от смерти человек, еще трое. То есть, три человека на очном этапе. Как долго вообще готовились к конкурсу? Как долго, вот сколько нужно времени, чтобы создать вот такой проект и просчитать все детали? Ну вот, на очном этапе мы проект сделали за 4 часа. То есть, там всем участникам дается... Это сделано за 4 часа? Да. Я только писал это 30 минут, понимаешь, я изучал эту тему. Так, 4 часа. Ну то есть, на очном этапе у нас было 6 команд. Каждой команде дали такую тему. И там большие творческие качества. Ну хорошо, вот для любого творца, будь то это идея, будь то это проект, для вашей команды. Если проблема стоит, тем более наш нефтяной край, нефтяной округ, нет ли, допустим, какой-то задумки его, так сказать, продать, его куда-то внедрить? Или вот зачем? Почему именно это детище? Ну, все равно это получается большой опыт для нас. И как бы вообще этот конкурс задумывался, как познакомить нас с проблемами в хмао-игре. Также, ну и решить их, познакомиться. И то есть, в дальнейшем при работе, при трудоустройстве, это будет очень большой плюс, мне кажется. То, что мы уже знакомы с этим, и можем даже представить проект начальству на работе. Так, то есть, ну для экономики, для экономики этот проект будет важен? То есть, он все-таки принесет какой-то доход? Конечно, потому что, ну, сжигать топливо, просто деньги на ветер. А мы будем это превращать в электричество. Кто были участники этого проекта? С кем вы соревновались? Было шесть команд. Была также команда с нашего студентского конструкторского бюро. Была команда первокурсников. И две команды, по-моему, если не ошибаюсь, с техникопедагогического колледжа. И все остались, видишь, за бортом. Хорошо. Ну, рубеж пройден, да, первое место в конкурсе. Проект нужный Югре, проект важный Югре. Есть какие-то дальше, то есть, творческие планы, инженерные планы, энергетические цели? То есть, может быть, еще... Будете ли вы развивать этот проект дальше? Да, или уже все, это оставили и... Нет, конечно, будем развивать этот проект, потому что проблема всем ясна, что она есть. И хорошо будет ее решить. Но, на ваш взгляд, решить эту проблему можно? Конечно, можно. То есть, у нас, ну и, допустим, вообще, в принципе, и в нашем округе, и в России в целом, да? Да, да. А попутного газа, кстати, вообще много? Достаточно. Достаточно, да? Ну что ж, друзья, попутного газа у нас достаточно. Я, правда, не знаю, что такое попутный газ. Ну да ладно. Спасибо, мы еще раз вас поздравляем. Спасибо вам. Поздравляем вас, поздравляем вашу команду. Да вы сидите пока. Сидите, мы еще с вами наговоримся за эфиром. С гостем прощаемся. С вами же увидимся через мгновение.